Ну у нас, над названиями вообще нет, у нас есть педикалон спортклуб называется, вот чем он должен быть. А есть педикалон, называется строчка из песни, вот солдаты идут. Да, и запах такой же. Да, и цена сорочной копейки бедра. Ну у нас в гармонии все. Вы так смеетесь, с вами на время выступать. Вот, вот так, вы это видим? Знает, вот подокревается, я к вам плотить буду, а вы здесь. Подокревать, да, замечательный человек сидит. Но, вот, конкурс красавиц проходил после этого, слышали об этом? По нафигумальному репhitнику, комсомол проводил, если комсомол что-то проводит, я тут же. Для развития чувств его, это... Они для меня как поэты для бородиста, вот скажем, для Иванова. Я участвовал, значит, в жюрибах, и, знаете, теперь комсомолу разрешили конкурс красавицы, они погнали по всеми Руси в эти конкурсы, догнали даже договорный кривой рот. Выбрали мисс кривой рот. А что вы смеете? Я ничего, что вам сказал, да, мисс кривой рот. Вы, ладно, вы захочете, я на нее поздравляю. У меня же язык не повернется ей это сказать. Я ей говорю, дорогая кривая рот. А что я ей скажу, криворожалка, что ли? А теперь я вас пораду еще одним названием. В городе Кривом Рогу, где уродина, не знаю, сам где. Красавиц стригли в салоне парикмахерской, салон красоты, знаете, как называется? Думайтесь. Красное криворожье. Красное и кривое еще. Вот ужас. Можете представить себе эти лица, находящие в салоне, похожие в красное кривое? Улицы в Красноярске. Это вот эти лопатрясы, я их называю бахтерами. Это вот они расплодили все в Руси. Потому что они делают и действительно ничего не умеют. И думают, что это их работа основная. Их 18 миллионов человек. 18. До сокращения штаток было 16. А после сокращения стало 18. И я всегда говорю, не надо винить советскую власть. Нельзя винить то, чего нет. И не надо разочароваться в социализме. Тот строй, при котором мы живем, вообще название не имеет. Нет такого строя. Не описан философия. Знаете, кто-то из колдунов, он предсказывает конец света. И все ждут теперь, когда он наступит, что ждать. Он наступил уже. Тот строй, при котором мы живем. И есть конец света. Просто никто не предполагал, что возможно построение конца света в одной отдельно взятой стране. А мы построили. И теперь горячую воду ведем. Скоро будет развитой конец света, если так будет дальше. Ну, я не умоляю достоинств реформ различить. Понимаете, неправильно. Действительно, многие начинали замечательно, но они не докатываются ни чертами на рост. Вот ужас, что в мире стало жить лучше с перестройкой, потому что разоружение началось. А в стране хуже, потому что у вас это... Ну, что значит у вас? В мире это идет на какую-то... На пользу направленные эти средства. А у нас куда? В Закрамаронино. У нас есть выражение Закрамаронино. Никто не знает, где они находятся. Ну, видимо, и это есть. Это такое беззонное понятие. И надо дно приделать. Правда, это не Закрамаронино. У нас в искаженной газете до сих пор пишут, что там славной постуфью... Вот мы. Это походка такая. Я не могу сказать, что население там уже шагать. Славной постуфью всегда в авангарной пятеретке. Всегда в авангарной. Тоже странное место, если задуматься. То есть мы впереди, а пятеретка сзади идет. Ну, если слышали, то нормально. В авангарной пятеретке... Да, и чем он еще пишет, что мы идем маршрут в мессесситарном все время. Никто никому не ведет маршрут. Никто не ведет. Но мы идем взяты с экономической ретиги все время. Я сам смеюсь, когда... Представляю, как мы взяты с экономической ретиги... В славной постуфью... ...какромовая. Они же испортили наш язык. Я так говорю, ассоциативно сейчас. У меня нет такой выставки русских. Ну, я что думаю сейчас, что и говорю. Но они испортили русский язык. Я приехал сюда, встретился с одной очень эскакратической русской семьей. Я не хочу говорить, что хоть, но очень милый рот. Я услышал литературную русский язык, наконец. Боже мой. Я так давно не слышал, чтобы не было ассортимент, контингент, закрома родины. Там, жил в площадь. Во всех странах квартира. А вновь жил в площадь. Потому что квартиру назвать нельзя. Причем во всех странах дамы, господа, мамы, мазель. А у нас гражданин проживает. Потому что жизнью это тоже не назовешь. У нас даже обращений нет друг к другу. Дама, сеньора. Какое там? И вы. Все. И печаты. Чего же узнать, как человека называть? Потому что это не язык, придуманный функционерами. Унизительный для народных язык. Это не я бы представить себе, чтобы Пушкин, консолидируясь с Натальей Гончаровой во имя деторождения, имел, имел при этом еще альтернативный вариант. Это новый язык функционера. Объясненный язык рапорта. Ведь трудно перевести русских поэтов на английский. У лукоморья, у зеленой. Невозможно перевести. Нет, у лукоморья, слово. Такое количество оттенков в русском языке, замечательных оттенков, чувственных, которые не переводимы. Ты еще жива, моя старушка. В английском есть слово живая. А жива нет. И нет старушка. Есть старуха. Получается, ты еще живая, моя старуха. Слушай, ну где оттенки у каждого языка? Они превратили русский литературный язык в современный советский язык. Объединенный язык рапорта. На свароклотах загоняют накопители. Называется накопитель. Да это унизительно. Ну что же это такое? Она все уже как все время, то он не обучает. Накопитель накопителя. Глаза горяк, чемоданные колготки, все порожки. Эту речь вы не отстойте. Накопитель. Еще раз повторяю, на мой взгляд, это очень жидвы и думали специально функционерами, чтобы люди не понимали, о чем они говорят. И слово функционер. Ты что вчера делал? Я функционер. А где? В регионе. Чем занимался? Клурализмом мнений. Отказал от спонсора. Черт его знает, в чем делал. Понять невозможно. У нас когда председатель, зампредседатель Верховного Совета Лукьянов отвечает на вопрос, я лично вообще ничего не понимаю, что он говорит. Потому что я не понимаю, что значит постановление по дальнейшей активизации, нормализации, углубления, объединения на основу внедрения на газопрудящих. Я даже хочу их иногда спросить, как они любили друг другу, присоединяются? Ну неужели я тебя люблю? Ну нельзя, это не по-советски, с их точки зрения. Должен прийти чиновница, чиновниченьки. Она должна быть такая, с ВСПСовскими бубками, такая, и с комсомольскими ушами. И он ей должен принести не цветы, букет цветочно-штучных изделий. И сказать ей, давай с тобой организуем долгосрочную семейную ячейку на взаимоподобность. Она должна, ему ответить, и увеличим поголовье подрастающего. И поцеловать его в человеческий фактор. Вот тоже узнаем, где он находится. Где также хромат Родины? Да, и как мужа, взять уже за экономический рычаг. Вы смеетесь, а знаете, как Горько, я с одним комсомольским вожаком, они себя вожаками кличут. У них стадо, и они уже...